Сердечно приветствую вас. Посмотрите открытые очередные нового заседания группы. Среди республики российский мир. Своё выступление Рустам Мениханов начал со слов Владимира Путина. В докладе же он указал на основные направления работы группы. Это борьба с терроризмом, защита нравственных ценностей, забота о национальных меньшинствах, поделился президент Татарстана и опытом республики. Говорили о сирийской проблеме. Представители духовенства считают, беспорядки влияют на исламский мир в целом. Неспроста Башкирия в этот раз принимает у себя такое событие. Здесь проживает более ста народов. Нас объединяет общая история, общая культура, языки. Мы очень-очень близкие на самом деле друг к другу народы и республики. И, конечно, это даёт возможность объединить наши экономические потенциалы. Главная задача России и исламский мир – показать вот такую республику, мощную, перспективную, как Башкорстан. В этом году на форум приехали 34 делегата из 25 стран. С каждым годом география расширяется. Мы удивлены. Очень гостеприимный приём. Люди очень добрые. У нас очень похожи традиции между Ухой и Бахрейном. Встречи поддерживают и другие конфессии. Говорят, это возможность увидеть Россию с другой стороны. Россия не та, которую представляют её западные масс-медиа или политики. Россия совсем другая. Россия – это демократичная, свободная, мирная, добрая страна. Когда люди вместе сидят, находят общий язык и думают, как развивать хорошие вещи, как развивать религии, как развивать добра – это, конечно, Бог даёт богословение. По традиции, за вклад в распространение знаний об исламе – награды. Премию в 500 тысяч рублей получают Духовное управление мусульман. Встречи продолжатся. Следующие по приглашению Саудовской Аравии планируют провести в городе Джида. Зарин Ахмед, Вамиля Ушалаты и поворузили маму в ТНВ Уфа.